Водитель, который протащил застрявшего в дверях троллейбуса мужчину, наказан. Так как ДТП из-за отсутствия заявителя зафиксировано не было, в ход пошли меры дисциплинарного взыскания. Напомню, на днях в сети появилось видео, на котором троллейбус протащил пожилого пассажира по проезжей части. Кстати, нарушения со стороны водителя общественного транспорта далеко не редкость. Татьяна Ревизория разбиралась в причинах. Это видео всколохнуло весь байонет. Отвозитель троллейбуса не только зажал пассажира дверями, но и протащил его несколько метров. Не менее циничной выглядит и концовка ролика. Пожилой мужчина падает на асфальт. Троллейбус, как ни в чем не бывало, продолжает свой путь. Резонансное ДТП произошло на одной из самых оживленных остановок Минска. В час пик здесь яблоко упасть негде. Много людей, много машин, а поэтому и нарушений здесь немало. Кто не успел, тот опоздал. Таков принцип вечернего трафика. Пока одни терпеливо ждут последних добегающих, другие ни на секунду не отклоняются от графика. И разве здесь упрекнешь? Благо, что зажатый в дверях на сей раз оказалась всего лишь сумочка. Кстати, больше всего нарушителей среди водителей автобусов и маршруток. Последние нередко высаживают пассажиров, не доезжая до остановки. Почему высадили? Ну, люди домой спешат уже. Просто стоять, видите, и легковая улезла, и тут не проехать, тут вечно. А вот ДТП с участием общественного транспорта инспекторы фиксируют нередко. Причины все те же – невнимательность и банальное несоблюдение ПДД. Они думают, что они всегда главные, у них есть преимущества. Но есть еще культура вождения, в первую очередь, которую не нужно забывать. И понимать, что мы переводим на сегодняшний момент людей. Хотел бы еще обратить внимание к водителям, когда человек бежит на остановку, успеет на троллейбус. Ну, подождите, вы же тоже можете быть на месте этого человека. Тем временем инцидент с троллейбусом, протащившим по проезжей части мужчину, готовы прокомментировать в Минск Транс. Водителя ни в коем разе не оправдывают, однако заявляют – история в ролике обрывается. В финале троллейбус все-таки остановится. Водитель выйдет, однако пострадавшего уже не найдет. Водитель молодой, стаж работы на предприятии 8 месяцев. К нему были приняты меры дисциплинарного взыскания. И также ряд должностных лиц филиала троллейбуса на парк номер 4 были привлечены к ответственности. Да, он допустил ошибку, да, он должен был сообщить и филиал в отдел безопасности движения. И приняли бы решение по вызову на место туда ГАИ, естественно. Кстати, точку в истории ставить рано. По факту идет проверка ГАИ. Если пострадавший напишет заявление, водителю может грозить лишение прав. Впрочем, такие конфликты лежат не столько в области юридической, сколько в области этики и элементарной культуры. Татьяна Ревизори, Сергей Капустин и Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.